Это рынок такой, надо доказывать у нас Сами снимали, сами писали Такого мы уже не сделаем, наверное Кайп, скайп Бабахну Да пошел ты Ничего страшного Работа такая Но я не заработал-ка Стоп Я потом говорю, это образ Всем привет, это видеоблог серийный продюсер Сегодня будет такой необычный выпуск Мы едем на встречу тоже с продюсером сериалов С Аклбеком Дозжаном Аклбеком Дозжана я знаю давно, еще с Каверинских времен Он вместе со своими ребятами, с Маратом, с Устемом Они руководят компанией Баспро Это в принципе такой наш местный Камеди Клаб Продакшн Если можно так назвать Или 95-й квартал казахстанский Мы сегодня будем говорить о нашем деле О продюсировании, продюсировании сериалов Ну и не только Я думаю, что именно с этого видео Мы начнем цикл таких интервью, разговоров Если можно так сказать С продюсерами и представителями индустрии сериалов в нашей стране Я думаю, надеюсь, что будет интересно Сегодня у нас в гостях Продюсер Аклбек Дозжан Вообще, среди нас двоих Наверное, правильно его назвать серийным продюсером Потому что Аклбек Продюсирует все подряд В смысле все подряд? Серийный убийца Он продюсирует в первую очередь Почему мы позвали ему продюсеров сериалов Он продюсирует шоу, телевизионные программы Я знаю, ты еще как музыкальный продюсер Да, продюсируешь артистов Одно У меня один проект Одну артистку Да, на кентай Но больше всего ты продюсируешь сериалы, да? Да Во-первых, всем здравствуйте Да, сериалы это классно Мне нравятся свои работы Поэтому я в прошлом году, наверное, это было Если общим сказать, у меня было 500 серий 500 серий Где-то около 500 серий Ну ты в прошлом году, по сути, наверное, процентов 40 всего рынка снял Если бы по сериям Да, да Потому что у нас всего там, грубо говоря, около 1000 серий снимают Самый большой был сериал Бахт Сзарбава, 120 серий И если считать его средний хронометраж по 70 минут Для меня было это вообще чудо Ну это большой опыт И я вообще доволен тем, что с результатом Что зрители так его смотрели У него высокие рейтинги были Очень высокие Ну в начале, конечно, было чуть-чуть тяжеловато Он раскачивался Потому что к концу до 20-ти он доходил, да? Доля хорошая была Доля очень хорошая была И ребята, которые там участвовали Актеры все были молодые, неизвестные Ну как приятно, когда человек приходит тебе на проект С 500 максимума или полторы тысячи подписчиков И уходит выше 60 тысяч, 80 тысяч Это было бы мне приятно Но я не заработал, Коля Это продюсерская ошибка была, что ли? Я не заработал в этом проекте Не, ну ты знаешь, Коля тоже заработал Мы об этом до этого говорили Ты хорошенько подорвал рынок, скажем так У нас, я часто на переговоры ссылались на тебя Ну Аклубик как-то же за вот совсем небольшие деньги же Как-то это делай Мы также говорим, Аклубик, скорее всего, не заработал Или мы не знаем какие-то скрытые механизмы Аклубика Ну, во-первых, Коля, это рынок такой Надо доказывать у нас Конечно Нас надо доказывать Я просто, если мы будем продолжать эту тему 120 сериала, да Я хотел, чтобы не только другие, да, страны есть Которые, особенно Турция, Корея, не знаю, Корея Это сериалы, которые, особенности, индийские сериалы, когда ты ищи там сериями, да А почему он нам не делает? Это же, можно же сделать Я хотел это просто для себя, ну, во-первых, не зарабатывать Да, это было юмор, да, шутка, да Но я хотел показать, что мы можем это сделать И что другие продюсеры тоже могут Это был просто толчок такой для всех, что это возможно Слушай, ну, давай вот и вернемся к тому времени, когда вообще не было еще таких сериалов Да, я так понимаю, что ваша компания Баспро Она же одна из первых начала делать сериалы Ну, в смысле, с нашей ментальностью, условно говоря Да, это была не попытка какую-то сделать под кальку российский какой-нибудь сериал Вот Вузеры, да, то есть это было, сколько лет назад этот был проект? Ой, это было... 12-13, да? Где-то... То есть это было уже до Любовь Тракториста, да, или после? Нет, Тракторист у нас после нас вышла После вас, да Ну, Тракторист это классный сериал, который по рейтингу очень хорошо в доле был, да Но Вузере тогда был у нас третий сезон Угу, уже три сезона тоже Понимаешь, я уже, когда меня давали четвертый сын, я уже тогда... Ну, на самом деле... Ну, смотри, вот я просто делал об этом блог про КВН-чиков и так далее На самом деле вы же являетесь частью этой истории То есть, какой истории? После, то есть после 2000 года Да В разных странах бывшего из НГ Бывшие КВН-чики стали создавать свои студии Потихоньку, ну, где могли, где не могли В Украине целая команда выросла, которая стала президентом Везде То есть, и вы были тоже такой же командой, которая собрала команда КВН-чиков И попробовала сделать там первый ситком, комедийный сериал И, ну, грубо говоря, тогда вы были первыми По сути, тогда там каких-то правил не было Никто тогда не верил Да Никто не верил В конце мы уже начали создавать компанию И мы просто тупо писали себе Мы просто сняли на себя офис Идеи разгоняли Никто, никакие продажи, ничего не было И тематик-шоу, и потом ноу-коммент Мы первые такие То есть, в то время уже было такое, что каналы заказывали вам Как юридическому лицу Шоу Тогда вы просто как коллектив были, который привлекали Где-то год мы сидели, писали Просто идеи расписывали Ну, это правда, вот эта байка ходила, как тебя сравнивали с Зеленским Вот, ты знаешь, у Зеленского была такая история, говорит, биография Что они после КВНа Какое-то время вся команда, они там жили на квартире И на его деньги, они там тоже жили, писали идеи И говорят, что ты тоже, как сказать, выплачивал за оплату людям И это байка, я не знаю, правда это или нет Я не буду это говорить, но это было примерно так Потому что у нас действительно в офисе была квартира Мы, да, снимали квартиру Я снимал квартиру, ребята Ну, у меня самая огромная Вот эта вся история, ладно, да, все Меня просто, я рад тому, что у меня команда была такая Ребята, такие ребята, которые действительно В те времена, когда у нас не было ни программы, ни денег Да, ну, деньги, конечно, кое-какие были Но они что, держались? Вот плод этого, вот ребята, которые сейчас в Басе работали Кто-то сейчас перешли в свою компанию Я никогда не против того, что ребята, которые у меня в команде были Ушли там, сказали Ах, спасибо, я хочу в компанию Я говорю, с удовольствием, идите Вот ребята, все сейчас звезды, классные Я их воспитывал, я этому рад Но тогда, вот это время, когда было Все они дружные, все писали такие Были такие агрессивные Амбиции у них классные Были такие актеры везде Сами снимали, сами писали Это был такой период, что Мы, наверное, прошлое Вот такого мы уже не сделаем, наверное В Узере первый сезон Ты понимаешь, когда первую серию снимали У нас Кумар снимался тогда, первую серию Пилот был Кумар Это был такой затянутый мелодрама Комедийная мелодрама Мы потом думали, думали Ну, конечно, было очень трудно Во-первых Но к тому времени ты же уже даже Если брать КВН, ты же уже там был Грубо говоря, продюсером, если так можно сказать Ну, как продюсером Ну, ты занимался администрированием Больше называют директором Да, директором Да, директором Потому что Нет, я делал до Вузера программы Я снимал вот это Тематик-шоу Вы уже занимались телевидением Да, да В 31-м канале Скетч-кома какие-то Делали Все было хорошо Но вот тогда мы Когда мы Вузер снимали Мы уже почувствовали динамику Как это все надо было Это была очень огромная Огромная Блин Была команда Такая, блин Все думали о Вузерах И Это благодаря тому Что, во-первых Что наша команда В нашем команде были такие КВНщики Которые с мозгами Что написали такой сценарий Вообще там Бас Бас продакшн Это почему? Это большой авторский состав Вообще-то были там Все авторы Это КВНщики И Кто у нас не писал Кроме меня, конечно Я пишу Сейчас шутки Тогда первый сезон Ставил режиссером Буузабаев Бесембин писал сценарии Бесембин Оскар Марат Уралгазин Рустем Матильда Миржан Мирхан Все Ну Медет Кто еще Иркеблан Все 12 авторов Все в индустрии 12 авторов И Это был Такой азарт Для них Первый сезон Ночевали там В офисе Написали Оскар Узабай Пришел Говорит Блин, ребята Я буду снимать И говорю Оскар, ты знаешь Первый такой диалог А он тогда не снимал Ну и нечего было Тогда снимать Оскар снимал Тогда у него был Пар полнометражки Но он никогда не снимал Вот первый ситком Который с нами Первый ситком У него был Он уже клипмейкером Да, да, да Ну тогда все 5-6-7 И тогда Оскар первый раз Снимал Наш первый сезон Он прочитал Сонарик Ах, это круто Давай я буду Я говорю Оскар Человеческий Сразу открою Тайну Здесь очень мало Денег Который Это Что был Сезон Он тоже был готов Потому что Будет революция Будет того Что мы Казахские Компании Которые Казахстанские Компании Можут сделать Такой сериал Да Все получилось Так что Это было Просто Команда Дружбы Которая Это Коэновское Настояние Оно пришло В какую-то Другую фазу А вы Продолжили Эту жизнь И сняли Вот это все Команда Сделать Это все Женская война По сути Ну И первый сезон И четверка Рейтинги 20 доля И ДК нам Сразу Две серии Два сезона Это было Круто И вообще Я доволен был Во-первых Самым главным Автором Во-вторых Нашим Актером Тогда было Это Самое главное А у вас тогда И в кадре были КВНчики В основном Да Это был Ярки Волан Это был Асан Мажит Рауан Рамис И девчонки Усая Джуринская Асим Рамис до сих пор По-моему Ассоциируется По-моему Это было Ты помнишь Как Рамиса Да Тяжело было Сейчас До сих пор Его Принимают Не приглашают На кастинге Потому что До сих пор Он как будто Вузерский И это стало Ему чуть-чуть Трудовато Когда Из актера Действительности Рамиса Тяжелого Потом Втором сезоне Что-то Оскара Предложение Сразу У него Конечно И это Был Трак Все получили Какую-то историю Успеха Да Тогда Первый сезон Сразу скажу Все думали Что это Всегда же Понимаешь Когда кино Адаптация Я имею ввиду Хотел сказать Потому что Это не думали Что это мы сделали Это был 5-6-7 Потому что Там был Режиссером Оскар Завай Но не всегда Говорит Саша Кто режиссер Никто не спрашивает Кто там Продюсер Ну на самом деле Это же пивычка Из кино Которая взята Она же сейчас Мне кажется Меняется Чуть-чуть Но все равно Кто режиссер Это тогда У Оскара Имя было Все думали Что это И потом Второй сезон Мы предложение Пришли Оскар Давай продолжим Этот сериал Ну Оскара Уже взял Проект Станции Любовь Любовь Тракториста Мы уже искали Другого режиссера У меня Режиссера Среди вас не было Были авторы Актеры Продюсеры Продюсеры Не было Оскар тогда Еще не учился Он уехал Кстати Вообще В Америку Уехал И Знаешь что У меня Великолепная Красавица Мы ее Называем Режиссер На шпильках Айкуся Айгуля Это моя Да Я не говорю Азанбиева Айгуля Азанбиева Это Я не говорю Что это Подружка Это моя Это Брат наш Компания Она говорит Она у нас Снимала Вот это Все ПТС Режиссерство Телевизионный Режиссерство ПТС Она всегда Я говорю Айгуля Твой ход Ты же так Учил А почему бы Нет Внимание Ну ребят Всем Всем Желаю Хороших Съемок Второй Третий Сезон У нас Начинает Снимать Айгуля Айгуля Сделала Классно Авторы Были Те же Да Я просто После четвертого Сезона Долгое Было Обсуждение Надо Не надо Надо Не надо После трех Лет Я сказал Ничего не надо Слушай Ну а если Вернуться туда Вот тогда Трудно было Убедить У кого С НПК Сделать В Узеро Да Я благодарен Это же работа Продюсера Да Скажем так Я всем 31 Там Хабар Ходил С этим Пилот Как-то Не Не Обращаем Внимания И Я убедил Саиджа Кеннона Я говорю Саиджа Кеннона Давайте Попробуем Сделаем Я благодарен Это был Действительно Саиджа Кеннона Нам Открыла Дорогу Да Просто Не было еще Ничего такого Вы могли Облажаться Да Она нам Открыла Канцев Третий Четвертый Переговор Она сказала У меня есть Такой Бюджет Если с ними Посмотрим И она Тоже Понимаете Это был Такой Я говорю Это была Дружная Команда Никто Вот она Мы приходим Говорю Вот Джуринская Как вам Этот был Наверное Такой Кастинг Тяжелый Если честно Девчонка Выбрала Саиджа Кеннона Классно Вот это Девчонки Смешные пацаны Да Раван Раван В озерах Маленький Раван Где с Габой Ходит Как мы Называем Шакалом Габой У него Девчонки Гузер Почему понимаешь и куда-то надо было это все для чего-то учились как бы да как казалось ну да и потом у тебя такой багаж юмора опыта в телевидении потому что каждый раз я когда в москву прилетал и смотрел как они снимают не было свету интересно хотелось бы вот так и самых смешно я у меня было такие амбиций что я хотел как всегда снимать как москвичи да это было вообще не мог позволить себе но и это это и сыграл понимаешь к вечке ум умели рисковать мы что-то закрывали вот мы определяли тоже как вот узеров что куда мы лучше даем деньги чтобы вот это все остальные слабые места закрывать реально вот так и получилось мы хотим мы реально у нас самый ключевый у нас хорошие авторы были амбициозные квечки умный под и режиссер мы аскару сразу открыто сказали и и это все получилось в творчестве вкладывали мы не знаешь это был минус 1 проекта вызеров это был для нас минус ну конечно минусом мы даже не знали что такой проект а компании когда открываешь надо ндс платить налога кпн это когда вышло ну по сути сейчас если рассматривать опять-таки так ретроспективно смотреть прошлое то это бизнес который ну грубо говоря проект о том вы вложились можно сказать да и который потом дал среди до сих положим приносит дивиденды вы закрепились как рынка уже вот смотри я вот тоже делал одно видео разбирал и я говорил о тех компаниях ну в разных видах компаний и вас тогда очень сильно хвалил бы ну что я считал что у вас правильно выстроены как потому что мне казалось что есть компании которые выставлены вокруг режиссера ну да тоже даже 5 6 7 но это люди которые занимаются кино а если говорить о телевизионных компаниях которые могут скажем так расти ну масштабироваться скажем так то у вас правильный подход потому что вас было как раз вы нарабатывали свою команду авторов они понятно начинали с чего-то может быть не все получалось они вырастали и грубо говоря сейчас там ведущие российские те же компании или тоже опять квартал 95 лидер украинского рынка это же по сути основной актив это авторы продюсеры и авторы скажем так я во первых это была идея наших ребят что зачем нам любят который не пишет актеров всегда есть рынке очень много актер так конкурентоспособные ребята очень было мало и самое главное терпение коль ты сам писал ты автор много многих шуток своих команды доказ газа когда играли вот это был до сих пор но моем начинание когда кв на для нас мы были очень такие ребята которые крутые ребята как и черных костюмах и кожаных костюмах да это был понимаешь писать это очень трудно и когда бы я сейчас скажу когда мы уже себя почувствовали очень хорошим как стали на ноги когда мы писали после первого вузера нам вышел ахансатаев ребята писали и айнолайн сериал тоже такой ситком казахский первый один из первых ситком который транслировал заказывал казахстан канал и они работали с этим но мы потом пошли участвовать конкурсе большая разница в казахстане это был такой проект мы я там как всегда пошел пошел последний момент мы уже знали что у нас не выбрали не буду говорить какую компанию взяли и что-то последний через через уже это был где-то лето это в сентябре нам вышли в августе кажется вышли ребята с москвы прям кто это потому что каждый собеседник каждой встречи мы там участвовали и в конце объявили так кто будет писать и он звонил наберут ахл вы помышь то же с чем занятым игр мы пишем айнолайн так и так свои проекты в узоре так так вы можете большую разницу взяться а вот тогда вот помню на облайханы сидели кафе дни как всегда писали разгоняются ребята вот такой такой да можем тогда у вас есть месяц программу составить да и хотелось бы обсудить насчет финансов мы сказали свои финансы это вот понимаешь как автор да да только автор через месяц мы собрались и они сказали что не могут всех автор пригласить нам еще надо было работать там почти почти месяц в москве потому что надо было уже с ведущими там работать слова и авторами потому что у орган то и цикала свои авторы которые должны были совместно для общей линии писать и каждой все это кастинг все прошли ребята там сейчас как театр унир хондаре там из базаржов ребята много парадистов и мы полетели туда и после большой разницы мы уже почувствовали что у нас может все получится потому что когда мы уже приехали и далее сценарий первая фраза то что сказал руслан это продюсеры компании среда да ребята почему не стали чемпионами две недели там отработали лично с орган там работал марат уралгазина общими сюжетами работал рустам с актерами я я служит пока организации все это я работал было очень круто очень большой опыт для меня до сих пор это такая такая работа что я много вспоминаю как они делали все это это был такой классный для нас прям двиг вперед мы приехали уже заряжены вот и упоминал вот марата расскажи пожалуйста сейчас баз про расскажи вот о своей команде и так понимаю что ну команда это такое основное что есть вот в вашей компании в случае на то что в казахстане у нас невозможно библиотеку как бы контента до своего иметь мы что мы все передаем дата принципе коллектив это мы отдельно чем судим да расскажу вот это вот знаешь самые самые трудные вещь к эта команда да у нас кроме команды правильными команду кроме это мне повезло есть как убег руководитель да есть креативный продюсер да да это у нас продюсеры марат уралгазин ростом умаров ирки блану зави но кто сейчас у нас осталось и у нас еще есть ребята тоже с кого и на это я сказал как город технар политех ребята где-то человек 6 и отдельные есть ребята которые сейчас выступают и пишет и делает и режиссер не сейчас команду режиссеру хорошие ребята у тебя получается обеспечивать всех работы постоянно да у меня сейчас очень молодые хорошие ребята вот я могу особенности вот у нас после в америке у нас сразу и у нас на работе молодец мне нравится бы его подход к работе шапогат рахман рахман взялись вообще пригласили сахтов человек очень такой молодец и самый главный режиссер у нас сейчас конечно получается ну вот с учетом ваших 500 серий и получается вы наверно единственная команда которая может говорить что у них команде есть режиссера потому что но все остальные вот мы не можем я знал мне мы если все с которым бы работы постоянно но они все равно работают с кем-то еще как бы я не могу назвать их но у нас обучается самое главное я считаю не только режиссером у нас у нас есть дима который очень много а он даст там вот четвертый сезон вот сейчас вот 4 круто получился вот скажи пожалуйста рассмотреть большое количество проектов вы внутри как-то распределяетесь да то есть невозможно что такое количество одному как бы конечно то есть вот ваши же ребята из вашей команды например там марат возможно один проект да там у его как креативный или как генеральный телевизионный проект а сериалы сериалы он ну там где гору стэм проходит сериалами курировать каждого свои какие-то конечно но это невозможно да даже даже не иногда иногда есть другие ребята да которые молодые вот прям как директор как исполнительный продюсер они сами это снимает показывает но главное чтобы вы своих ребят сами воспитываем даём шанс есть ребята которые этому воспользовались если ребята которые обнажались ничего страшного работа такая я поехал себе на родину где я родился козловно да и мне вас пятилете как школу закончить себе как ты постарел ты нет потому что у меня белый реально моим одноклассникам очень интересно чем я за ним кажется что они нервные они ну я в детстве молодцы очень был такой спокойный а сейчас все все обзывает мне злой ахлбек на тишине ахлбек как и тут как его убить как ты ты и всегда у меня сейчас молодые ребята как злой а как злой здравствуйте да у вас как настроение да пошел ты когда ты изучаешь когда ты изучаешь уже ты уже испортил настроение нет почему ты себя уже наверно привыкла к этому окружению даже братья даже старшие братья когда я ругаюсь понимать что я такой я иногда осознаю что это же старший брат блин почему я даже иногда вот бывают друзья старший дак дат-два-три ёк ну я потом говорю это образ я не такой я не хотел я просто у меня плохая привычка я вспыльчивый очень спыльчивый человек и когда я люблю я никогда не опаздываю во-первых никогда я не люблю когда мне я никогда не вру поэтому я и иногда когда сдерживаюсь некоторых интервью сдерживаюсь некоторых мероприятиях что я могу высказаться и это плохо это значит нашим профессиям лучшие актеры должен быть продюсер таки всегда мне спрашивают почему вас блин выиграть много снимать это кто-то такой я снимал в узере патруль а точно да 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 реально точно я не люблю сниматься сериалах сниматься сериалах почему а ты смысл а ты можешь да я не могу я почему я в эпизодах играл лешка выиграл там эпизодах играл выступал там где-то программах был ведущим я я я я просто представляю себя просто актер у меня вот есть но много вот я знаю твои работы да ты тоже очень такой скромный парень а так крутой чувак да ну тебя тоже как меня никто не за мы двоем сидим балдеем да честно на хрен вас тот быть Agent кому ты вдвоем nombre да реально первый который не знает тебя не знает меня которые открывают заходим я почему когда у меня крутая машина вот это есть конечно когда у тебя блок открывать блять эти кто эти двое на 2 жирных пацана 5 килограмм бросил и и и знаешь коле самую обидную блин недавно я не обижаюсь на это я и это моя жизнь реально зрителям всегда говорю на хрена мне это если я продюсер я свой продюсерский то что я делаю это чисто профессиональная работа и я думаю я с этим и справляюсь и хорошо справляюсь то что я работаю и мне нахрен не нужно сниматься реально я не хочу снимать недавно вот мне понравилась одна актриса ну как по нас игра и и да я режиссер говорю откуда вы это взяли на для она же эпизодница елки пахли почему пораньше не показывали эту же девушку можно было другую роль можно было использовать у нее классный она хорош хорошая актриса и мы это я сказал ребята давайте контакты возьмите подружитесь пожалуйста и пускай она зайдет мы поговорим может совместность четверо с ней можно и мне она реально как актриса понравилась и прихожу смешно будет конечно другой площадку я снимаю сейчас три сериала это просто для четыре площадки сейчас работает блин я с тобой болтаю а мне там четыре площадки вот блин и я этот прихожу другую площадку на следующей неделе я забыл про эту актрису да конечно что-то она не пришла ну и ладно не пришла чувствует себя довольно актрисы и это мне не это и прохожу она сидит в гриме я такой ой ты же как я тебе зовут ты же в этом играла да 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 я же попросил что ты ко мне зашла почему ты не сошла а ты ждешь здесь вот это снимайся и она мне такой а вы чё сериалы снимаете я говорю нет я здесь подрабатываю здесь я все за после как закончится эта работа я здесь убираюсь такое реально серьезно я я и тогда и потом сказал что я там генеральный продюсер ну там все посмеялись там такой часто поиска да и горит это это же ахлопикова это продюсер генеральный продюсер это ее проектор у него снимаетесь это кстати это так и она так неудобно перед группы игру сера за углы знаешь кого если если что поставьте портрет возьмите портрет повесьте перед первое собрание этот чувак это генеральный продюсер это это знаешь как-то я пришел на съемки хазахтаймса была зима там холодно было мы снимали в каком-то павильоне где во время адема да возле дыма а я у тебя тоже есть такая куртка который много карман и жилетка такая теплая и съемка съемка ты же не приходишь там костюме да я пришел такой после обеда что ли такой куда-то надо было съездить съездить и пришел и меня не пускай туда поведет реально чувак я говорю это ты чё вам нельзя здесь есть съемки я говорю я это продюсер здесь я вас не знаю да он еще здоровый только ель дверь открыть нельзя куда дым уходит не сказали не открывать не пускать я я кстати хорошо у меня это очень звонкий голос и ужасный голос кто это если так подходит там не был такой пока своего попросили реально он не знал меня да попросил просто свою работу свою работу классно сделан и это это такие истории что у меня моя команда некоторые не узнают и даже просто не может быть знает имя которым пугает всех но даже как выглядишь да это ты что лехал бы такой маленький худой урод мы думали ты лидер партии это у меня ты знаешь у меня тоже я я думаю лишь бы сообщили на буфете если на буфете потому что когда я прихожу и потом у моей кружки там нету вот это моя кружки нету и я как бы вы а вот это если мне говорят там а вот этого нету ну потом оказывается есть когда я думаю главное на буфете чтобы гнали а все остальные ладно я не знаю для площадки всегда потому что моя кружка это моя кружка бывает крафт всегда потом уже год вот мы завели вам кружка класса спасибо а так до этого ходишь просишь там что-то ничего не скажешь и никто ничего не говорит тем более у меня команда всегда веселый когда особенно когда рустему на площадку приходишь да он всегда тебя разыгрывает и всегда тебе вот звонит говорит тут ты приезжаешь там просто ребята у меня веселый да и то что они тебя разыграть я я я никогда не обижаюсь на команду мою потому что да ну конечно я ругаю всех материю там бывает такие что злой когда но внутри души потому что это ребята те которые много лет уже да и знаешь что это это основном их труд если мы говорим как бы как про бизнес и если то есть я еще раз подтверждаю что наш сегодняшний гость весомый участник этого рынка если говорить бизнес языком я просто прошлом году был медиафорум сейчас тоже будет новый до вас здание перед медиафорум у меня приглашали тоже выступить мне сказали что колбек будет выступать и тогда я до решил для себя уточнить какие именно проблемы будет подниму мне сказали то есть выступайте какие есть проблемы предложения я думаю надо узнать у округе канала насчет чего он будет выступать потому что явно после него может быть ничего не останется что же мне в итоге мы же так я не выступил почему потому что была тема такая классная тема была вообще-то мне давно потому что как влияет телевидение для детей но извините у нас один канал и каком у нас состоянии все знают о чем я буду это это конечно мировом рынке там даже но снг там очень много таких можно примеров но это все знают но то что я хотел я просто думал лучше давайте я придержусь этому будущему пока основная проблема вот как ты считаешь первое что проблема индустрии скажем там не наша и твоя не моя только знаешь коля за мы что хотелось бы сказать сериалы это же не просто но сериал этот же это наш наши просто вот значит пример один почему очень много сериал снимается в турции представьте любая казахстанская семья есть женщины которые смотрят турецкий сериал и они очень хорошо знают сейчас турецкую историю современно согласен даже можно географию очень хорошо когда ты в турции видишь жена твою о посмотри здесь же снимали это знаешь это скрыто но очень большая реклама для турции вот почему 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 едут лечиться корее блин потому что это реклама блин ну был же в киеве когда медиа корейцы продавали да уже корейцы очень хорошо продает свои сериалы франшизы сериал форматы форматы но они очень крутые в этом и турки и корейцы вложения согласен согласен у нас знаешь вот я я говорю 120 серий снимал заработать мы хотя бы сейчас боимся хотя бы за своего зрителя уже не говоря том что да как кого-то еще завоевать даже в дни в деньгах боремся за то чтобы наш зритель остался у нас да ты тоже вот казахский на казахском языке снимаешь ты тоже очень много проблематичный прошлом году я посмотрел парсер который ты сделал это канал алматы очень хороший сериал извини там даже там был цифры да но мы боимся того что само да реально я сейчас боюсь от нас уйдут зрители особенно наши местные зрители потому что все думают что все это лучше крутые самые турецкие сериалы крутые сериал крутые надеюсь что не скажешь что индийские сериалы крутые вот по программе келлин там по третьему разу надо уже собирать такие цифры я бы я попу я не у меня мой сериал стоял напротив против келлин то есть он у меня это нормальные цифры потом начался келли он начинался на полчаса позже могу сказать забирал где-то около пяти-шести может максимум десять серий сейчас будет обидно да мы по доле выигрывали кель мы тоже стояли это прям бог бог келлин это это было для меня но это я супер результат я не я проигла бы что мне получится смотрели и потом уходили на келлин и я думаю что такое первый раз мы когда в доле и по рейтингу выше стояли келлин это было чудо понимаешь когда ты приходишь уставшись с работой до дочка смотрит келлин и наверное я их спрашиваю иногда что тебе нравится ну скажи мне что рядом на этом не интересного не наверное ей нравится как маленькие девочки вот это когда вот это делать музыка за глядя долго долгий вот этот переходный кадр а ты знаешь историю о чем они сейчас убьют этого кажется понимаешь но извините это же проблема большая это во первых проблемы потому что это мы детей жон воспитываем тем что другими уже менталитетами понимаешь это не наше все недавно мне один не буду говорить кто вот знаешь говорит киеве в москве очень много идей для сериалов почему вот так у вас мало идеи ну вот скажи вот своей стороны с твоей стороны как ты думаешь я как ответил ну я не знаю если ты в этот момент был плохом настроении ты матом ответил или ты человек этого не надо было нельзя было я просто сказал я живу казахстане блять ёптвы извини брата извини какие у нас много вот таких квадратных черных которые нельзя ну понимаешь имеется ввиду они они считают и у них мнение по реализованным идеям да а то что у нас нет идеи это еще не значит что мы как мы еще не ну как основной вот ты последний вот давайте не будем в америку уходить да там уже понятно кто сейчас рвет это давай с российских сериал который украинских сериалов многие кто не знает вот такие да потому что youtube и там они на украинском языке наверно русских российских сериал какой считаешь крутым ну домашний арест вот последний это будет она крутой ну да было драму смотрю молодого мажора смотрел и этот мне понравился один мне мне понравился патруль полицейский рублевки куликов ну братан ты скажи извини пожалуйста чем они они вышли просто реальность как наш патруль да просто там еще есть мат ну такой вопрос но там все но все очень качественно сделано я не могу сказать что там идея тому сильно как бы куда-то ушла в космос не реализовано очень круто вот это и в руку конечно да вот понимаешь там четыре и ты представь себе как это когда вот даже арест томашний арест который ты согласен такой сделать такой сделать да значит я работаю над этим вообще блин знаешь что ты такой не сделаешь ну такой точно не сделаю но я не говорю о деньгах я не говорю я понимаю я конечно темы тема которые разрешены они разрешены да конечно да я согласен с тобой мы не сможем сейчас вот это где да да у тебя есть идея по реализации на хрен это дальше думать если ты не можешь это делать то есть я правильно если если мы бы сейчас могли бы сделать смелый провокационный очень актуальный сериал и у нас пустили бы на канал он бы был так иначе он был бы очень ментальный именно наш но он был бы очень крутой его бы смотрела даже больше чем 20 до 1 пилотку если ты посмотрел я хочу сказать что папа туль комплимент у меня украинский продюсер по которой ты говоришь звонили где-то месяца два назад и спрашивали потому что им сказали на канале каком-то украинском сказали вот казахи делают патруль посмотрите как они делают уже сериалы про полицейские сказано в полицию очень 1 время было чем puli они искали то есть это был хороший референс и сказали где можно посмотреть патруль и тогда нашел им ссылки и скинул посмотрите патруль потому что кто-то уже с каналов украинских ссылается на ваш семья чтобы сказать продакстренов делайте что-то покоämäсти классные ребята и мне понравился когда вы смотрели новостной канал когда украинцы запретили к российские сериалы это какая как у них убойная сила рассказывали что закон вышел на украине что нельзя показывать и значит он сюжетом был патруль они взяли сюжету патруль и где все скидывает мне было приятно то что запретили но это же и нас не запретили ну вот я хотел я просто хотел добить свою это патруль почему зашел актуальный какой-то степени темно не посмотрел вы просто это облегчить когда вы первый этот показывать это формат 31 канала мы не можем действительно не хотим вот так вот так просто за чекин сказал сейчас давай уберем вот это вот это тут чуть-чуть это сделаем можно же это мы каждый раз я это похоже вот это уберем вот это вот это естественно реальность потому что я это за этот рискованность и женские интуиции говорить тогда очень благодарен то что вот это только убери вот это нужно и над этим поработать и вообще-то мы ее продавали как скетчком как скетчком когда уже начали это мы обратно обсудили и решили сериал сделаем это не знаете да с кабинета звонил г русу может сериал сделать с этим такой и действия давай я помню мало мне рассказывать помещает те что мы начинаем писать скетчком потом все равно получается сериал опять-таки если вернуться к сериалам да мы же понимаем что принципе большое количество ну во первых давай обсудим про жанр мы же понимаем что сейчас по сути глубоко то что вы делаете в ситкомах это такое единичные такие бриллианты а по сути сейчас сериалы то что и заходит как бы и востребованные заказывают и смотрят это мелодрама на казахском языке блин понимаешь коля я иногда иногда обидно да даже я могу сейчас сказать давайте кто-то кто-то из каналов смотрят да у меня точно сморами босики 2 когда уже после босики 2 у меня остались с комедии а удастар и патруль но я больше не снимал комедию я постоянно что-то мне заказывать мелодрам я хотя у меня есть хорошие идеи на комедии вот в этом году хочу давать комедию очень крутой комедия у меня крутая такая комедия есть блин это я думаю это возьмет что-то все если не получится я сам ютубе снимать забираюсь его и для ютуба я начинаю сейчас несколько проект и может быть это реклама не реклама да три-четыре проекта сериалов которые 10-15 минут мне очень нравится у вас большие каналы у нас у марата вас тв у нас где-то около 800 тысяч подписчиков понятное дело что юмор писать очень трудно трудоемко долго и снимать дороже чем мелодрамы поэтому сейчас мелодрама на казахском языке ну согласись да то есть из этих условных скажем так тысячи серий казахстане там да наверно 800 900 это все-таки мелодрама на казахском языке ты считаешь если какие-то еще жанры которые ну могут как бы как бы изменить ситуацию кроме юмора которые все таки закрыть мелодраму или там конкурировать я имею ввиду из реалии то что у нас не очень большие бюджеты да то есть состояние авторов тупик меня ты живешь в этом тупике мы с тобой в этом тупике кроме мелодрамы конечно на хотелось бы боевичок такой классный как и в бой не силы такие сериалы но я тут только начинаю об этом я думаю что следующий сезон не будет конкурировать но все равно во всем мире это мелодрама какие-то мылые они все равно же большая ну по сам понимаешь ты это делаешь так когда тебе легче с этими каскадерами работать или в одном блин диалог женщин которые блин во первых рейтинг собирает во вторых всеми интересно о чем она какой у нее секрет блин да когда у тебя такая сложная съемка с этими каскадерами ты их одну минутную сцену снимаешь целый день и у тебя такой большой чё ты выбираешь конечно я выбираю мелодраму который тостас ушел и все да вот смотри тоже вытекающий вопрос но принципе вот эти вот большое количество серий мы же говорим о том что у нас они сделать на казахском языке но вот помнишь мы недавно на одном из каналов обсуждали эту тему то что много украинских авторов пишут ну вот такие большие истории мы понимаем почему потому что они делают это качественно и быстро скажем так потом переводится да но так или иначе когда-то ситуация должна измениться у нас вот что нам нужно чтобы в казахстане появилась большие авторские группы которые пишут сразу на казахском языке ну то есть и закрывали они свои вот этот объем школе над этим как ты злит работы я тоже я тоже но поделись мысли понимаешь что-то понимаешь мысли такие уже может все-таки научить этих украинских авторов я больше я думаю иногда то что я много заработаю или там мало времени убьют что если я научу украинский автор на казахском языке меньше времени чем чем у наших научиться писать сценарий не просто знаешь кроме да я наши ребята могут писать это моих моих компаний мелодрама очень можем писать номер стал мы наточены на комедии и мелодрама я да тоже заказываю с украины сценаристов да блин бывает приходит там авторы казахстанские да чем проблема с ними почему на точность точность то вот знаешь что наши не знаете даже структуру не не знают как структура библию который надо пишет большое кино скажем так длинное кино просто просто сериал это не кино ребята это сериал это это библия который был сперва должен обрабатываться библия это начало и конец структуру надо изучать просто лентяй идея хорошая да пришли мне недавно отправили хороший сценарий идею да я думал давайте выиграть мы распишем на русском на русском ребята казаки и там русские ребята да ну на русском да какой там все равно это было бы на каком языке но все равно через после второй серии уже не интереснее вот тебе только что поэтому об этом рассказывал почему потому что они до точно не линию не доработали это я думаю просто лень ли надо просто когда ты видишь вот коля персонаж коля что он он когда досконально тебе дописывает то что он делает его линию ты понимаешь почему нужен нам коля да а наши так не делать к разговору об авторах да то есть я кстати мне очень понравилось вы пригласили вот на день квн три года на два года назад до 1 вот и потом вы создали бас лигу да ну создали я не знаю или преобразовали лигу который уже есть создали создали я не знаю я просто поэтому спрашиваю с ноля начали правильно понимаю что в принципе это тоже какой-то своего рода инкубатор для новых авторов ну да да потому во первых наверно это не очень привыкли истории до билен до во первых для привлекания чемпион уже 2 отправляли сочи на свои деньги потому что ребята которые я помнишь начале говорил когда не знаешь куда вот в основном эта проблема казахская квн а когда человек чемпионом стал и некуда у нас есть еще один одна лестница такая что можешь москву сочи там дальше продолжать да это конечно время убитый твой реально вот квн много времени убили но зато хорошую практику взяли даже тур сумеек даже нурлан который снимает очень хороший нуртаз да они это опыт и это хорошо ничего и контент мейкера только венщики до квн щеки и это знаешь что во многих странах признали это у нас до сих пор некоторые не признают это то что квн щеки недавно я в одной программе были нас обзывали болезнью общество болезнь это было бы не обидно это для меня было обидно когда ты ребята в действительности друзья команда которые работали переживали и опять же говорю то что у тебя есть практике это то что мы когда квн играли много самое не только время мы свое здоровье давали этому и когда обидно так что может болезнь не болезнь но это хорошая тема что ребята которые вышли из квн делает такие проекты которые люди смотрят самые главные смотрят прибыль ладно это аккаунт сейчас к венщик президент страны немаленьким это это наше время на самом деле я когда заканчивал 2000 2001 на зеленском это было я я мужчину вот мы тогда вот я как бы учился в нахозе и мы не находят ее обиды то есть мы были экономистами и тогда не было никакого будущего для ковынчика да сейчас есть это будущее стендап там я не знаю там в youtube уйдешь в телевидении в кино да это платформа такая сейчас есть положено так можно понять зачем зачем ты это делаешь во первых баслигу открывались ну ты прав то нам нужно ну пока не получается нужны люди новые лица терпение терпение это во вторых мы сами к венщике понимаешь когда умирает какой-нибудь спортивный вид и ты этим занимался ты за этот болезнь вот и мы занимались не спортом юмором да и когда видишь что русский квн так у нас плохо и ребята мы в один миг сидели почему бы нет давайте займемся и мы в первый проект сделали не тот же тот же квн тот самый тот самый квн и всех пригласили ветеранов все это был классно согласно я был зале очень хорошо прошел и сразу же открыли баслигу принципе баслиги из хорошей команды из ребятах я единственно я смотрю баслигу в ютюбе единственное что вот хотел маленькое замечание сделать если бы вы на канале ютюбе сделали бы анонс когда у вас будут игры они уже к выкладывали только так это мы начинаем это круто было бы потому что это ребята которые вот опять же мои ребята которые работают они они должны уделять на творчество время когда на редактирование ребята неделями сидят и переписывает это помогает молодым квн очень даже даже неохота их что-то откликать чем туда звонить когда вот русмара кеша зашли к этому редактирование это все и когда через неделю как получается я же там еще жюри сижу как получается увидишь да и кеша у нас ведущий там она то же самое квн москарби с теми ведущий как ветеран там что он много может говорить старикам там молодым да сейчас история такая принципе надеемся на следующий год в этом году мы ютюбе будем следующем году у нас будет канал телевизионный будет снимать потому что нас уже к нам выходят по секрету скажу чтобы поддерживает должно быть все хорошо это это труд и она всегда оправдывается и квн раньше понимаешь коля когда мы играли мы покупали билеты продавали сейчас команда саммит выдавали билет а сейчас даже мы бесплатно все делаем и хотелось бы чтобы люди нас поддержали из мы потому что мы хотим хорошего юмора и квн это не только просто юмор это интелли ребята которые придумывают все это делает это для развития любого человека квн очень много чего но мы говорим зеленский зеленский да если честно много кто у нас сиди в хороших должностях сидят они тоже были дарами чеками да очень много ребят которые знакомые которые уже стали хорошим уже много чего решали на стране министрами на много чего решает это приятно это вот все просто мы не любим казаки это там пиариться да но если честно почему у нас первый начался сюда да есть зеленский стал президентом давным-давно до зеленского у нас мистер но мы этого не говорим потому что у нас до сих пор наверное я же говорил не признают к вы а так киношники не любят к венщиков телевизионщики не любит пока ковышки не стали я любит я там венщики не стали руководить и кино и телевидением это такая а так сейчас хорошие есть хорошие команды у нас в сентябре конце сентября будет полуфинал потом у нас будет тот же самый квн который будет участвовать и же дали заявку наверное команда я хочу на них посмотреть команды маде амирханова которые бродящие музыканты которых один из один из лучших команд был это как анонс да пускай будет да и map maps и старые новые молодые maps и уже готовится у нас чате горит что будет участвовать это хорошо единственное то что у нас все это во-первых опять же ожидаем труд это оправдывается это убивает наше время и конечно по финансам ну надеемся это будет поддержка получим но мы получается начали и закончили к веном колбек большое спасибо тебе за это интервью я думаю нам надо будет еще раз сделать еще более углубленная такой продюсерский разговор двух продюсеров до я только что тебе говорил то что я изначально говорю просто во первых на я на русском на русском редко даю вообще не давал нам пару было интервью во вторых было очень приятно что мы это наверное то что мы с тобой давно знакомы и ты меня знаешь я вообще не матерился свободный свободный интервью надо было надеюсь мы следующий интервью будем по производству четко останавливается по пунктам если по кастингу по съемкам по сменам сейчас просто опять же вернемся того что пускай ребята это будет наша реклама то что ты делаешь очень много проектов и я делаю очень проект это пускай будет наша реклама что что мы вдвоем продюсер все-таки они просто так люди которые болтаем а у нас есть практика и у нас есть самый главный работа которую мы делаем любим на и знаешь что всегда говорят почему вас не знают и это мы в тени за меня всегда говорят мои проекты это хорошо и будущие проекты в том и когда и такому человеку нужно потому что а кто это сделал это если нужен он найдет меня поэтому спасибо сердцу у нас в гостях была продюсера кубик дожан надеюсь вам понравится понравилось наше интервью это было видео бог серийный продюсер у нас двое и одна муха вот видео бог серийный продюсер подписывайтесь если вам это нужно всем пока удачи